девочки всем привет сегодня будет разбор ароматные недели а точнее двух недель праздничных недель и отдельно я сниму ароматы которые я возьму вот на следующую неделю потому что сейчас я еще не решила хочу дать себе немножечко время единственное что я не стала фотографировать пирамиды и у меня добавились парочка ароматов которые я носила еще поэтому как бы это разбор на две недели а за две недели и мне не хочется прикружать видео еще и ароматами но значит так я считаю что моя мои ароматные недели две праздничные были очень удачные и конечно я очень удачно выбрала себе аромат новогодней ночи так начну с того что я носила на работу активно носила от арифлейм и кляфа девочки очень очень приятный аромат здесь есть такая небольшая одушка кремов крема для лица или крема для рук что-то нежная обволакивающая мягкая но что я заметила в общем для работы это скорее плюс аромат интимный он сидит довольно близко к коже или к одежде и через некоторое время его перестаешь замечать то есть вот тут такого мощного шлейфа или заполняющего пространства аромата мощности здесь нет совершенно рабочая лошадка на ежедневную основу да но вот единственное что может быть чуть чуть больше яркости могу бы быть может быть может быть просто этот аромат не для зимы при том что я носил его в помещении на работе там нас тепло может быть просто я не знаю как как-то по другому с вот этим искусственным отоплением может быть смотрится немножечко теряется хотя аромат очень красивый мне мне понравился я вот как была с первого вдоха я была от него в восторге также впечатление ничуточки не изменился попробую носить его весной и летом и посмотрю может быть там он будет играть более ярче хотелось бы вот немножечко больше яркости ему может быть нужны высокие температуры а так аромат прекрасный прекрасный аромат который я однозначно буду покупать в запас девочки это вистерия очень мне понравился он вот он как раз намного ярче он все равно не особо шлейфовый и мощный но он намного ярче чем экля смотрелся и это аромат который можно носить просто круглый год яркая нота вистерии в окружении еще других цветов есть такая небольшая пудровость здесь и аромата довольно звонкий но не резкий потому что я покажу еще аромат который я потом в конце уже брала мне не хотелось прям выпшикивать его хотелось дать и конечно же шанс другим ароматом но вистерия это аромат который однозначно пойдет у меня в голове по крайней мере на полочку ароматов для работы повседневных ароматов вот такой я очень люблю и некоторые любят носить такое летом я люблю такое носить круглый год когда хочется свежести когда хочется небольшой акватичности там есть небольшая и но при этом цветочность яркой цветочность здесь она есть но она такая мягкая прозрачная я надеюсь что я немного совершенно противопоставляющих друг другу характеристик называю но вот примерно так звучит если бы можно было в десятке купить девочки обязательно возьмите попробуйте если любите легкие цветочные ароматы потому что это может быть мой вполне может стать любимчиком чем чьим-то ароматом я это иван девочки иван вистерия коллекция артистик очень мне нравится очень мне нравится эта коллекция и я надеюсь они будут ее продолжать потому что вот это что-то особенное наконец-то что-то такое интересное помимо линейки фарвей и today tomorrow always вот этой линейки что-то еще такое так это второй аромат потом я носила йоп от любом вы знаете аромат очень приятный сладкий ванильный а при том что это да либо я не помню как переводится мыло это или ванна с французского не помню но да аромат немножечко уходят спа при этом ванильность здесь легкая она не тонная средний между кондитерской ванилью и косметической ванилью очень приятно аромат не тяжелый вот у у меня который есть от алиси эшли там ваниль хотя а-ля летняя да с нот еще песка и кокоса вот та ваниль просто сбивающая с ног и у меня есть еще ароматные ванили там вот ваниль намного ярче вот это легкая ваниль при этом не теряет своей сладости и есть такие апельсиновые еще нотки но цитрусовые цитрусовые но они вот вплетаются в ванильность они не выделяются так сильно в доске больше ванильность 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 выходит на первый план я бы ему добавила даже томности но может быть я это сделаю сама сделаю просто 5 ливантика добавлю там ладана миндаля что-то такого более томного сама сделаю но сам по себе аромат прекрасно носила с удовольствием буду еще его брать мне кажется вот этот аромат можно даже носить летом но возможно будет очень ярко смотреть так переходим и в так в такую более томную сначала в томные ароматы понравился мне роберта ковали знаете звучит он очень и очень ярко вот это одна нотка одного цветка как она играет и переливается но звучит невероятно ярко просто в первую очередь слышишь этот цветок здесь по моему вот орхидея но она не совсем такая орхидея как не в один в один как в кинзе но ее узнаешь тут понимаешь что вот это что-то наверное так при интерпретировали профимеры орхидеи мне кажется здесь ярко еще какая-то нота кроме орхидеи я не помню как какой еще цветок здесь есть аромат в носке проявил себя как цветочный аромат шлейфовые девочки но не обязательно зимний хотя в летом это было бы что-нибудь аромат на выход на вечер что-то такое же томное а вот в будни мне кажется зимой и вы знаете цвет флакона темно-синий очень красивый не знаю какая там жидкость темный или нет но флакон просвечивается невероятно красивое стекло не черным темно-синий красивый аромат не слишком сложный поэтому его можно носить и каждый день носила я его на верхнюю одежду иногда носила на свитера тоже держался долго держался долго обновлять его в течение дня не надо может быть на следующий день на той же самой одежде если хочется яркости а и это аромат роберта кавалин но называется он как девочки кажу на нерок а нера абсолют ассалюта наверно называется по-моему нера ассалюта называется очень понравился очень рада что я в двадцать втором году познакомилась с маркой роберта ковали поближе у них классные ароматы характерные но очень не понравились опять у меня был запой с хуко босс типрет бодрый поднимающий настроение настраивающий на какой-то активный лад на работу его не носила но дома на улицу по магазинам там где есть воздух там где ездить и разогуляться носил его потому что он яркий он может есть в нем небольшая такая химическая нотка но она не мешает знаете это как раз то что делает изюминку этому аромату и нравится вот такая химичность не очень нравится хим химозность здесь красный апельсин здесь ваниль и имбирь есть и вот мне кажется что именно имбирь и придает этому аромату такую небольшую пряность но эта пряность остается такой бодрый такой колкой звонкой дипрет классный и но я понимаю что здесь конечно зауженное пространство но немножечко меня пугает потому что это поливашечка я еще буду зимой и весной скорее всего брать хотя весной может быть там может быть нет но зимой еще буду его однозначно брать так также наслаждалась я ароматом бритни спирс как он классно сидит на одежде это вкусно апельсиново тут есть и ваниль еще что-то такое сладкое конфетное поднимающее настроение такое легкомысленное в то же время немножечко томная ой очень мне нравится хитм фэнтези с удовольствием носила и вот я им прямо обшикивалась наверное делала 5-6 распыление на одежду на волосы и обновляла и посмотрите какой расход минимальный то есть у него вот так хорошо распределяется жидкость именно как пыль мелкая мелкая что расход минимальный если бы мне кажется это был какой-то другой аромату уже бы здесь третий не хватало а вот я его не первый раз ношу да то есть он мне уже много раз был не только в ароматных неделях но и вот просто я наслаждалась раньше то ароматов недель прекрасный аромат бритни спирс это опять же там апельсины цитапсы не помню с лимон или нет но вот ваниль конфеты все там есть на верхней одежде носила fleur de femme гурманский аромат томный такой это это разбавленный сироп фруктовый то ли слива то ли груша может быть и опять немножечко апельсина ваниль однозначно карамель скорее нет чем да вот что-то такое сахарного здесь очень много и опять у меня девочки вот этот аромат он меня то я постоянно думаю о poison girl poison girl аромате вот на которую он является а-ля закосом но тут посерьезнее будет то есть у того более такой веселенький старт а потом очень много сладости такая база очень мощная и вот мне и хочется тот аромат в оригинале 30 потому что я понимаю что все таки они разные и оригинал какая жидкость красивая прям такая коричнево-бронзовая очень красиво хотя стекло вы видите такое да здесь белое совершенно но когда я ношу этот аромат я думаю а нужен ли он мне потому что посмотрите здесь нужно всего лишь три пшика носила я за две недели наверное его раза два всего лишь и все он я им насытилась я буду однозначно его еще брать но его много не надо я думаю даже если я куплю тридцаточку диора возможно это будет аромат который я буду наносить и за год всего лишь тоже раза три-четыре и все вот это меня конечно сдерживает fleur de femme может быть не его хватит не знаю не знаю потому что даже этого аромата мне хватит лет на пять на семь мне кажется вот такой сладкий сладкий не сложный по звучанию по сравнению диор хотя девочка стартует очень легкомысленно потом как-то уходит прямо дёр в диор а здесь прямо вот и старт такой же тонны и на протяжении он тонны и но не сложно здесь нет и вот этой вот сложный диореский бас хотя очень похожи опять болтаю болтаю остановиться не могу но 14 минут нормально тут не так много осталось девочки по-новому открыла на себе beyond far away even очень мне понравился очень во первых он более округлый более мягкий чем классика здесь больше древесности чувствуется но стартует он очень свежо и периодически это какая-то небольшая фужерность чувствуется есть такая еще небольшая игривость но она настолько мягкая настолько она круглая это аромат без углов вот если бы он еще был супер стойкий тогда бы это было уже направление действительно духи чуть-чуть то что я понимаю по духами это когда аромат такой обволакивающий он садится он потихонечку так то вверх уходит то становится более тихим то ярко играет вот здесь есть такое настроение только он не стойкий стойкость по сравнению с ароматом классика у него треть только той стойкости но мне нравится что он не очень яркий то есть иногда я могу представить даже на работе носить из всех ароматов которые я запросто могу носить на работе только инфинити который джасмином цветочный такой вот он до весна лето запросто даже на работу могу носить хотя он больше на выход такой летом но и этот это тоже такой понравился да чудесный представитель этой линейки я скорее я очарована так и аромат новогодней ночи девочки не пожалела что выбрала его у меня 30 миллилитров и вот этого мне кажется мне хватит уже на очень долго потому что аромат его можно носить на каждый день вот если вот очень понравится то можно его нужно по моему сделать репшика я сделана волосы я сделала на одежду и сделала на кожу и он так звучал нежно мягко при этом и ярко и не доминирующее и создавал такой уют вокруг меня прекрасный аромат я я очень рада что я купила и парфюмерную воду а весной я наверное возьму туалетную воду посмотрю как она будет смотреться прелесть это кинзо флауэр флауэр по кинзо он так называется и вот как я описывала что его сложно разложить на ноты он терпкий он сладкий он цветочный но сказать о здесь роза или вот жасмин сейчас чувствую вот ладно ваниль не могу так сказать но очень нравится и для меня вот это отдаленное направление от кутюр аживанши чувствуется что они примерно одно время делал делались хотят два разных аромата девочки просто прослеживается именно настроение такое прелесть и два аромата которые не были у меня на парфюмерной неделе но я и взяла потому что мне захотелось свежести свежести я подумала о вот этот я хотела как раз разносить а вот этот мне хотелось вспомнить люмината вы знаете люмината это очень яркий цветочный аромат это чуть-чуть стирального порошка и много цветочности это белые цветы очень очень много при этом вот этот вот характер порошка он не исчезает на протяжении всего звучания звучит он очень ярко достаточно одного пшика издалека невероятная стойкость для такого аромата невероятная стойкость одежда пахнет на следующий день сразу понимаешь о здесь была люмината я видела что девочки заканчивают такие ароматы я не знаю как его закончить потому что у меня десяточку мне есть еще флакон я все-таки на что я хочу и флакон этого аромата иметь красивый красивый и для работы пойдет несмотря на то что он яркий такой крикливы немножечко но и вот в будни тоже но его нужно совсем чуть-чуть дома может даже задушить немножечко такой яркий так и разнашивала я аромат персив сил потому что я думаю что они могут его снять запросто и хотел понять нужен мне флакон или нет потому что он стоит 16 18 евро стоит и я так не решил хочу флакон или нет потому что вы знаете здесь есть от база персив но не классического а вот всех фланкеров здесь есть такая свежая акватическая потом здесь я чувствую небольшую пудровость это пудровости опять же таки граничит есть чуть-чуть характер такого свежака либо ополаскиватель для постельного белья либо порошок но такой мягкий мягкий более мягкий вот если сравнить вот это и люминато то люминато громче будет и более такая навязчивая крикливая по сравнению с этим но это тоже то есть если взять you такую мягкую нежность апельсиновую то вот этот он более с такими локтями аромат с острыми углами я чувствую я не знаю пирамиду не смотрела девочки но я чувствую здесь небольшую хвойность она такая легкая отдаленная но она чувствуется здесь есть цитрусы но они здесь не из-за главного есть также цветочность но ее здесь для меня мало и вроде как аромат яркий такой и приятный но не он меня так сильно не цепляет вот и он приятно его можно выпшикать но я о нем не вспомню и скорее всего докупать не буду хотя кто знает может быть когда там останется чуть-чуть я решу что вот аромат должен быть у меня в коллекции постоянно быть но пока что из всех из всей линейки персив меня зацепил только соу он действительно вот меня взял какие-то нотки души он у меня моя любовь потому что там есть столько акватики сколько мне надо и очень много цветов на воде вот это вот то что меня в нем очаровывает просто кстати я купила себе запас я так понимаю никто официально не заявлял но его сняли потому что его нет уже давно на сайте на котором я обычно покупаю аромат и эйвен и эйвеновский сайт его нету на натина уже давно я пожалела что я еще тогда его не купила но я почему-то он был 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 и был иногда знаете бывают пропадают потом появляются пропадают появляются а этот он прям был стабильно я подумал ой ничего сейчас будет где-нибудь 9 евро я его отхвачу потом он 12 евро потом опять 16 евро я думаю за 16 евро не буду брать подождущую когда цена опять будет приятно и пропал и все и уже какой месяц его нету на натина я подумал что все наверное сняли начала рыскать весь интернет перерыла и одно время его прямо нигде не было либо цена на него подскочили я думаю ну вот все ты упустила аромат а вот есть ароматы девочки которые я без них следующие три года я не представляю это артенбьюти это аромат который должен мне быть это 5 авеню хочу чтобы он у меня был всегда у меня в тридцаточки нужно докупить побольше миллилитров хотя я знаю что он никуда не денется но мне будет спокойнее пользоваться тридцаточка если я знаю что у меня будет есть в запасах побольше миллилитров и вот еще сюда относится теперь и форева элизабет от элизабет тейлор и сол перси в сол относится это те ароматы которые я хочу чтобы их было много в моей коллекции следующие три года однозначно потому что это ароматы легкие возможно какие то у меня появилось очень много таких приятных мускусных ароматов зелень уходящих или в цветочных уходящих в акватику но я их еще так не разносила чтобы сказать вот запали мне прям душ очень приятные ароматы но пока нейтрально к ним отношусь а вот эти которые назвала четыре да вот это из-за свежаков которые просто должны быть вот поэтому я решила потратиться я купила соу в общем все равно дешево я считаю пошелся там пересылку просто стоило мне денег 20-24 евро я подумала что раз у меня такая любовь к аромату он должен мне быть значит я потрачусь вот это аромат который мне прямо очень нравится а селк интересный аромат но не цепляющий даже считаю саншайн саншайн да который фруктовый такой он у меня есть флакон вот он мне кажется более интересным чем селк хотя ну у каждого есть своя изюминка и если меня не зацепил то для кого-то он может стать прямо ароматом маст хэв так же как для меня соу вот просилки еще потом не решила интересно мне конечно и кашмир попробовать линейку перси фланкеров вот очень люблю очень мне нравится и буду покупать десятки пробовать и полный флакон если цена будет приятно девочки все нахвалила вам ароматы разобрала две ароматные недели а еще что я хотела сказать что я решила в этом году вести учет сколько я какого аромата буду использую то есть даже если я аромат беру на неделю я хочу помечать пользовалась я им или нет но не буду даты писать вот такого я не буду я просто буду палочки ставить вот как обычно на project pen делаешь да попользовалась я думаю что в общем то это реально вести подсчет потому что мне интересно какие ароматы я брала чаще какие меньше может быть ароматную неделю в общем я буду записывать циферками потому что у нас 54 по моему недели в году и вот на каких неделях я примерно брала я так смогу найти их по видео например и посмотреть в общем тенденцию какие у меня любимчики какие я иногда бывают ароматы любимые но их достаточно раза три за год попробовать и все и до следующего года вот это мне очень интересно думаю думаю что вот буду вести такой вот учет девочки все до следующей встречи видео в которой я вам расскажу какие ароматы я возьму на неделю но это будет скорее всего в формате рук уже больше акцент сделаю на флакончике всем желаю хороших выходных хорошего старта в неделю и до следующего видео девочки всем пока 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 пока